всем привет привет смотрите какой махаон к нам прилетел в тот день был очень сильный ветер такой знаете суховей горячий горячий ветер но было не жарко и вот я долго наблюдала за этим махаоном красавцем всем доброе утро и приятного дня каждое утро начинаю с обхода своей теплицы потом иду в курятник теплица меня радует помните как мы высаживали эти помидоры в какую землю помните как мы опаздывали с установлением с установкой теплицы я так переживала что мне вообще не будет помидор оказывается вот и завязи много все хорошо но опять же благодарна вам за вашу поддержку что меня все время прибадривали приободряли что все будет хорошо местные хвалили землю говорили на посмотришь на этой земле у тебя будут помидоры и я этому очень рады спеет рвем уже едим какие они вкусные с магазинными или с какими-то там фермерскими вообще не сравнить честное слово сочный ароматный этот сорт добарао такие вот крупненькие получились очень теплица нас радует своим урожаем чего и вам желаем на воду суббота помыла бассейн затопила баню и пеку пирожки жду детей вам будет задача угадать с какой начинкой и сейчас вот так покажу так что пишите свои догадки начинка очень вкусная убираю со стола пирожки всем понравились это у нас капуста тушеная но это капуста изначально измельченные в блендере потом добавил туда яйцо лук морковка все это тушилось в сковородке и вот такую вот начинку мягкую я сделала ну потому что катя жевать не может и еще брекеты на нижнюю челюсть поставили поэтому для нее стараясь сейчас сварю еще картошечку пюре салат сделаю с помидоров не из но именно в блендере у нее совершенно другой вкус нежели чем цельные кусочки капусты фу жарко на улице топим баню а я буду чистить картошку и варить пюре артемка ест это варенье и говорит мам а че у нас медом я в смысле он говорит медовый вкус привкус я говорю нет без меда яблочное варенье он говорит ну ты наверное мед туда бухнула в конце да нет говорю не бухнула вы представляете такие яблоки медовые я попробую этот буквально вчера которая варила реально прям медом отдают удивительно ну это сорт наверно такой знаете такие желтенькие яблочки этот моей соседушке спасибо большое яблоками снабжает нас у нас самашем о блин дубль два шамаханская царица в чал месси с легким паром вас я хочу это я сегодня не снимаю вас вообще вы мне не в кадре все . ночь наступила ну расскажите вам как-то докатился такой жизни опять не покормила даже тарелку отодвинул уже наелся я им продвигаю продвигаю ешь мясо кати правда же не будешь его дома кормить голодный будешь но мишка она старается нет мы солит мясо мясо мягко вообще хороший сочная курочка чай налить дать налив ну все пока пока и сами нам и лисе машину на мыли красота до чистая суббота по-настоящему это моль пока хочу вам показать свою сушилку временную пока у меня сушилки нет сегодня опять соседка предложила яблоки но они валяются жалко же яблоки хорошие уже раньше зеленые валялись а теперь уже такие розовые желтенькие и вот я их вот так уложила разрезала тоненько уложила ящики слава богу ящики есть спасибо детям по навезли и вот так сушим сверху закрыла так со всех сторон тюля чтобы никакие мухи не лезли и поместила все это на белевую сушилку а также у нас включен вентилятор и он сюда как разливает здесь тепло хорошо и вот такой сквознячок и сейчас хожу в бане помоюсь потом немножко проветрю баню сауну сама не туда на полке все это сложу когда чуть-чуть подостынет баня и я думаю что за ночь очень хорошо высохнуть михалыч горит выбирай уже сушилку а я чё-то как-то вроде дешевую можно купить вот ветерок там три с чем-то стоит 4000 ветерок два есть такие вроде михалыч опять гри сильно дешево не бери надо хорошую брать чтобы потом не мучиться с ней не знаю я как то пока вот так вот сделала посмотрим когда завтра на двери а так тюль повесила не на везде не так колышется тут сквознячок хороший на веранде ну и мог меньше опять же можете меня поздравить с легким паром суббота прошла чудесно быстро летит время вы знаете только утром проснешься просыпаемся рано уже смотришь и солнце на закат и вот сегодня что запланировала я ну не то что половину наверное две третьих только сделала и опять перекладывается на завтра ну ладно еще завтра будет день очень люблю когда дети приезжают и они как-то так получается по переменке переживает сначала тема с катей в другой день переезжает маруся с ребятишками сегодня бассейн им приготовила надеюсь до завтра он согреется при это тоже можно баньку будет натопить и накупаться бассейне хорошо сегодня так жарит солнце даже мне кажется знаете когда 35 было не так было жарко как сегодня опять включили кондиционер сейчас вечером днем нормально и окна открыто у нас в сад хорошо дует хорошо ветерок сквознячок а вот к вечеру когда солнце уже светит на кухне в спальне уже ну так жарковато получается и сегодня даже курочкам под деревьями жарко не лежали лапы вытянули свои ноги вытянули свои надо еще малышам тоже сделать такой загончик только со всех сторон его нужно огородить хорошо чтобы никто не пробрался и чтобы они тоже гуляли по свежему воздуху ну что то надо придумать такое вам приду домой расскажу потом про курочек каких мы именно купили цыплят почему такая порода почему и мы их любим что михалыч что я заценили мы эту породу и немножко поподробнее о ней остановлюсь сейчас буду отдыхать наверно бассейн сейчас залягу ты меня ждешь мужчинку да и моя девочка ждет меня с баню у меня красота умничка и так рассказывает про эти породы кур почему мы их выбрали главной отличительной чертой этих курочек является их быстрый рост это не бройлеры это мясо яичной породы при этом птица мало ест по сравнению с бройлерами но набирает весе намного быстрее ровесников по возрасту среднем петушки уже например на через два месяца уже могут набрать весе до два два с половиной килограмма курочки намного меньше килограмм полтора всего но представляете за два месяца мясо очень сочное и очень нежное также эти куры несут яйца как мясо яичная порода всего необходимо курочкам этим 130 грамм еды в день поскольку другим породам 150-160 грамм эти курочки могут содержаться в клетках и не надо много места можно держать в вольере свободном выгуле очень экономичные очень спокойные очень высокая выживаемость хоть цеплят хоть самих курочек уже взрослых особей на один квадратный метр можно посадить 10 11 взрослых особей представляете какая плотность и они при этом себя прекрасно чувствуют еще эти породы кур очень привязаны к дому их можно выпускать в огород они очень мало гребут потому что у них лапки с короткие неудобно им грести землю поэтому грядки они не нарушают они не умеют летать высоко поэтому не перелетят через забор в этом плане они очень удобные в плане содержания сейчас я вам покажу фотографию наших мини мясных кур которые были у нас приобретены четыре года назад четыре года они нас жили вот так выглядели наши малыши это мини мясные мы покупали яйцами с красноярска до у заводчика на поезде они к нам ехали мы встречали поезд встречали яйца это была новогодняя ночь и вот такие малыши у нас выявились а вот такими они стали уже взрослыми и четыре года нас радовали яйцами в общем этими курочками очень довольны и я была уверена что мы обязательно их заведем здесь надеюсь что цыплята подрастут и эти курочки нам даже будут давать потомство держать их обязательно нужно от других петухов подальше имеется ввиду только отдельно эта порода разводится в себе то есть нельзя скрещивать с другими породами абсолютно нельзя потому что она тогда теряет свои качества это раз и во вторых цыплята больными рождаются то есть уже потомство будет не не полноценное поэтому для них отдельно будет сделан отсек в нашем сарайке в нашей сарайке которая будет зимой построена но потом посмотрите все увидите либо сделаем клетки для них не будет у нас клеточное содержание то есть мы пока вот думаю у нас мало места во дворе поэтому могут каждый день спорим как все-таки нас наших курочек поместить сарае сейчас сижу монтирую ролик и видео и также еще сижу и ищу дегидратор сушилку электрическую для овощей для фруктов михалыч мне дал задание говорит давай завтра съездим возможно мы завтра купим ну я склоняюсь к тому что мы скорее всего по интернету закажем потому что я уже приглядела электросушилку и посмотрим какое завтра решение примем то что мы завтра будет смотреть сушилки это точно съездим город вот на этом я сегодня ролик свой заканчиваю вам всем желаю отличного выходного дня воскресенье хорошей погоды прекрасного настроения пусть каждая минута дарит вам позитив здоровье самое главное и всего вам самого наилучшего пока пока ваша аренка михалыч а тем временем я пришла на баню ухты какой-то аромат яблок но я думаю что за ночь они точно тут высохнут так а сколько температура нет маловато наверно до 43 но баня обычно у нас до утра не выстывает утром заходишь и тут очень очень тепло не знаю градусов 35 точно будет утром и не знаю мне камера сейчас запотела или нет вот так ли составила ящики и попробуем и так посушить но все-таки сушил куда я сейчас уже окончательно выбрала михалычу покажу если одобрит то будем ее брать все потому что баню не будешь и каждый день топить если сушка вот такая подойдет яблок будет много или груш там или еще чего-нибудь так что пока вот так ну как тут яблоками пахнет это просто супер все на сегодня точно все всем пока пока и до новых встреч